Рождество – один из главных христианских праздников, в котором есть много красивых традиций. Одна из таких – создание рождественских вертепов. Восемь объемных инсталляций из пряничного теста, бумаги, пластилина, соломы, а также из других природных материалов соединились в сказочную выставку «Рождественский вертеп». Одни выполнены воспитанниками воскресных школ, другие – учащимися художественных студий, творческих объединений. Все они экспонируются впервые. Вертепы из студий художественных также порадовали. Во-первых, как дети стараются откровенно участвовать. Например, лепка из пластилина. Мы просто поразились. Мы сначала подумали, что эти фигурки были куплены, а это же вылепила девочка. Конечно, может, и родители помогали, может, она сама лепила. Но это студия «Май-Арт» при средней школе номер 18 города Бреста. Рождественские вертепы, представленные на выставке, исполнены по-разному. Но каждый из авторов старался вложить в них частичку своего сердца и души. С таким же теплом и трепетом создавались и другие творческие работы на тему новогодних праздников. В красивой и большой выставке свое место нашли новогодние игрушки середины прошлого столетия. Винтажные куклы, созданные в традициях 19 века. И даже рельефное панно из дерева. Но особое место вернисажи уделили иконам, почитаемым в канун и во время праздника Рождества Христова. Здесь можно найти иконы из фондов музея, а также работы современных брестских иконописцев. Икона оказалась невероятно сложной. Там очень много деталей. И икона уникальна тем, что она относится к чисто русской традиции. Написано в стиле классики, хотя, конечно, там есть много преломлений. Вот эти преломления часто коллеги, друзья не могут понять, что это такое. Я объясню. Дело в том, что когда художники пишут, особенно в стиле Рублева, или делают какие-то пестрые цвета, какие-то переходы такие резкие, которые не совсем соответствуют законам живописи. Это связано с потусторонним миром. Художники тем самым хотят показать потусторонний мир. Красивая выставка, несомненно, привлечет внимание как детей, так и взрослых. Благодаря ей окунуться в атмосферу доброго и светлого праздника сможет каждый посетитель. А значит, побывать на ней, конечно же, стоит.